Приветствую вас, Ульяна, давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать следующее. Я буду говорить немножко не о том, о чем вы писали. Ну, то есть, в смысле, я не буду говорить про то, как себя вести со своим мужем. Потому что вы уже себя как-то с ним ведете. И я полагаю, что весьма успешно. Раз вы говорите, что все у вас хорошо, раз вы говорите, что все у вас, ну, как бы, нормально. Вот раз вы говорите, что все более-менее неплохо, то я полагаю, что с поведением у вас все в порядке. Но смотрите, какая получается интересная штука. Вы хотите через коррекцию своего поведения, через корректирование своего поведения, вы хотите решить проблему своей тревожности. То есть, говорите вы примерно следующее. Я боюсь, пока не так важно, чего вы боитесь, важно немножко другого. Вы говорите, что я боюсь, и, соответственно, с учетом того, что я боюсь, мне нужно как-то изменить свое поведение для того, чтобы я могла... Ну, с этим страхом своим, что-то, что-то сделать, я могла... Как-то вот не бояться. Условно говоря. Условно. Условно. Опять же повторюсь, условно. Мы сейчас имеем в виду, условно. Условно. Дальше. Это... Так. Не работает. Тривожность. Не корректируется просто поведением. Ну, мол, мол, я выберу некоторую модель поведения и все, моя проблема будет прощена. Нет. Так это не работает. Работает это немножко иначе, немножко по-другому. А именно, вам нужно понять для себя, что именно вас привозит. Вам нужно понять для себя, чего именно вы боитесь и после того, как вы для себя поймете, чего именно вы боитесь. Вот уже после этого можно будет говорить о том, чтобы что-то стараться менять. Сейчас вы в основном пишите про такие элементы, как ревность, неуверенность в себе, страх одиночества, Сравнивание себя с другими. Ну, то есть, ну, в общем, идет некое такое сравнивание. И, соответственно, с этим и нужно работать. Именно с этим и нужно в первую очередь вам работать. Работают те, что вы ревнуете, а значит, у вас есть какой-то, какой-то вот, ну, негативный опыт измены. Ну, то есть, может быть, может быть, кто-то среди родных вам подарил вам этот опыт. Может быть, это ваш собственный опыт, который вы получили, например, из-за отца ваших детей. Вот. Как я так говорила, это уже, получается, старые отношения, которые у вас не совсем, чтобы вкладываться, да, гладко. Вот. Так что это достаточно важный момент. И следующий момент – это то, что, в общем-то, в целом, человек намного старше вас. Вот. Намного. И это тоже, в общем-то, дает особо знать, если шаг старше вас на приличное количество лет, то есть большая вероятность того, что вы, может быть, видите в нем кого-то из своих, например, родителей, может быть. Чем, собственно, суть, как бы, стройности. Понимаете? Думаю, здесь очень важно вот этот момент разобрать, рассмотреть. Здесь очень важно отследить вот эти вот моменты, которые у вас есть, чтобы иметь адекватное представление о том, что вы ощущаете, что вы чувствуете, чего вам хочется и так далее. Понимаете, да? Понимаете, да? О чем я говорю, что я имею в виду? Это важно. Дальше видео. Следующее. Но, что я хочу обратить ваше внимание. Начали. Вы пишите. Я замужем 2 года. Будем 32. О, нет. 2, будем 42. Ну, здесь что, большая разница в возрасте. Чувствуется сразу. Соответственно, нужно обратить внимание. Вообще, большая разница в возрасте – это про детско-родительские отношения и про ваше сдерживание каких-то своих моделей поведения. Ну, например, возрасте. Ну, например, воздерживание своих желаний и позиционирование их своих желаний. через возможность реализовывать их только с тем, например, кто стоит над вам, допустим. Ну, то есть, например, вот с мужчиной, который будет вас ставить, допустим. Опять же, я не говорю. Наверняка, что это так не пытается. Как-то, как-то, ну, на 100% сказать. Ну. Это может быть. Вероятно, большая. Угу, угу. Дальше. Детей общих нет. Какое это имеет значение? Есть 2 детей от моего первого брака. Из-за чего распался первый брак. Необходимо проработать ошибки, сделанные в предыдущем браке. Чтобы они не постарались. Потому что они постараются, очевидно. Как только мы ее расписались, мы еще ехали на другой конец света, чтобы служить по контракту. Каждый полгода он приезжал домой. Вы об этом знали? Что он собирается служить по контракту. Как вы к этому отнеслись? Позитивно? Негаловательно? Как? Ну, то есть, я хочу сказать, что лично мне не совсем, понятно, ваша реакция здесь знает. Хотя, ну, прямо скажем, это довольно специфично. То, что человек поехал служить по контракту сразу после того, как он расписался. Ну, вот. Олег Пизлаза, с учетом своего возраста, вот, потому что возраст, мне кажется, довольно большой. Вот, 42 года. Ну, это уже, конечно, это уже деталь, конечно, что-то не так. Вот. Тем не менее, на это я бы обратил ваше внимание, как раз. Вот. Потому что, если вот как вы к этому относились, вот, и знали ли вы об этом? Ну, вообще. Дальше. Все было хорошо, через загоры я наконец-то забрал нас к себе. Вот, знаете, смущает немного то, что вы спозиционируете вот массу. Знаете, вот, забрал массу к себе. Вот это смущает немного. Не буду скрывать. С чем смущает? С чем смущает? Почему смущает? Ну, потому что вы себе как будто приравниваете к неким, не знаю, к некому... В призу, что ли. Забрал массу к себе. А вы кто? Чтоб вас к себе забирали. Вот. То есть, у вас есть, условно говоря, своя воля, свой выбор. Или как? То есть, вот, как это происходит, что вы позволяете кому-то себя забирать? Вот. Вот. То есть, конечно, вы можете сказать, что, да, я хочу, я согласен, но... Вот. Выдаёт это некую такую, знаете, обесценивающую, что ли, позицию по отношению к себе. Тем более массу это было. То есть, как бы, ну, масс. Ну, это, в общем, момент такой спорный, не знаю, как мне кажется. Кажется. Дальше. Эм... Через месяц я узнаю, что он переписывается с одной женщиной, с которой у него были отношения. Вопрос. Как, каким образом вы об этом узнали? По-преднему, остаётся открытым. Как вы узнаёте, что он с кем-то переписывается? Каким образом вы это узнали? Насколько так, наверное, ваши сведения вы говорите, но как именно вы узнали об этом? Нет. Что смотивировало вас, например? Как поступать? То, что кто... Ага, смотивировало... Узнавать... Вот. О том, что человек... Делал, что человек... Хотел... И так далее. Это, на мой взгляд, ну... Тоже довольно... Серьёзный момент. Будем... Чистны. С вами. Вот. Так. Получается, что... А вы... Поступили... Как-то... Вы поступили... Как-то... Как-то... Нарочив личное пространство мужчин. Имея некоторое подозрение. Не доверяя ему. Уже. Так. Переписка была очень приятного для меня. Содержательно. Что сексуальный характер вспомнили, как им было хорошо, как им сейчас это нравится, составляют друг другу интимный ход. И куда вы это все знаете? Представляете, что вас мотивировало это искать и это узнать? Это важно. Повторюсь. Понимаете? В чём... Ну... В чём штука? А вы здесь... Ну... Вот... Я бы сказал... Вот... Ну... Не так, чтобы вы... Прям вот объяснять это... В чём... Дело. В чём... Суть... В чём... Проблема. Вот. То есть... С чего... Как бы... Всё началось вообще? Этого вы мне объясняете. Дальше. Та женщина хочет... Пишет, как она хочет, и вот что готова приехать туда к нам, к кому нам, чтобы встретиться с ним. Он сказал, что он не собирается меня изменить. Я сразу сказал ему, что все знаю. Откуда вы знаете-то? Опять. Вы говорите, ну там... Дальше вы пишите, что... Залили в его... Значит, телефон. Так... Извините... Ну... Бэ... Вопрос... А как вы к этому пришли? Ну, к тому, чтобы вот... Чтобы взламывать его... Чтобы не взламывать, а заливать в его... Телефон. Вот. Вот. Как вы к этому пришли? Вот. Что... Меня... Несколько... Интересует. Вот. Что меня... Ну... Вывалкивает... Больше. Так... Я сразу сказал ему. Соответственно, ему не нужно говорить, что он в социальных сетях и пишет о ней. Так... Поддержим, чтобы опустить ее вниз, как она разы не поступила. Бросывая его сама. Ну... Смотрите. Эээ... Да. Мужина... Эээ... Ваш... Ээээ... Обычно говоря... Ну... Человека не... Эээ... Не забыл, да? Получается. До... Ну... До конца. Вот. Эээ... Хорошо-то или... Плохо, мы... Сейчас... Эээ... Не будем. Как бы... Эээ... В никого... Эээ... В никого... В никого... Эээ... 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 Ваня... Ваня... То, что... Эээ... Ммм... Знали ли вы о том, что у него есть отношения, которые он еще не завершил, например? Не знали ли вы что, он обижен на эту женщину? И... Вопрос... Эээ... Такой вот... Очень... Ээ... Очень важный, на мой взгляд, вопрос, заключается в том... Эээ... Собственно... Почему вы... Мужьян это... Своему невесту. Почему доверие-то пропало? И вот еще один важный нюанс, который я хотел бы вам сказать, что доверие, вот доверие, это больше про активность Например, ваша активность, да, допустим, вот, но никогда, да, никогда, доверие может исчезнуть из-за действий, ну, кого-то, в данном случае из-за действий мужчины. Если такое произошло, то, скорее всего, доверия никогда не было, скорее всего, скорее всего, доверие просто было, ну, такой, знаете, некой, может быть, иллюзией, ну, в определенном смысле слова. Может быть, у элфи вначале доверия, ну, о доверии несколько, вот, такое понятие, как бы, ну, не очень, ну, не очень корректно, может быть, может быть, просто вот, потому что, для вас доверие, это определенные действия определенного человека, да, на самом деле доверие, это, ну, ну, больше не про действия другого человека, больше про активность самого партнера, да, то доверие оказалось над вами хрупким, и, как бы, кризиса в своих отношениях вы в этом не увидите, все, он есть. Дальше. Он, значит, так, доверие сразу пропало, я не знаю, что мне, я не знаю, что мне, как дальше быть, как мы соберемся, чтобы что, вот, а, как бы, такой, ну, ключевой момент, как дальше, эээ, вести себя, и, эээ, что делать, чтобы что, цель какая в итоге у вас, что хотите получить. Если от времени избавиться своей выехать хотите, ну, например, то нет, эээ, нет, как бы, не получится избавиться от реальности. Если бы и про, ну, про то, чтобы снять, вот, напряжение, нет, нет, а, как бы, проблему ревности, это, это не, не решает, от слова, совсем, от слова, вообще, на выход. Так что, если вы, вы хотите отношения гармонизировать, можно, можно гармонизировать отношения. Правда, это не имеет ничего общего, эээ, с, эээ, тем, что вы делаете сейчас. К сожалению. Дальше. Идём. Так, эээ. Так, эээ. Я ему сказал, что залезла к нему телефон и прочитал. На каком основании, почему? Он сказал, что виноват вас в этой ситуации, но вот выйдет сюда, так как бы вы человека вызываете вину, то есть вы ведёте сюда так, чтобы вы ведёте у человека чувство вины. Это, безусловно, не манипуляция. Манипуляция, то есть перекладывание ответственности. Дальше. Поругались мы, он уже заговорил раз в год. Здесь изучите психологическую игру, скандал. Пожалуйста. Вот. Это достаточно важно, потому что вы, эээ, вот эту психологическую игру изучили. Потому, потому, ну, потому что, ээээ, это психологическая игра, в ней играют оба, эээ, партнёра, вы бы не ругались, если бы, эээ, самостоятельно не вносили бы, эээ, свой, эээ, вклад в, эээ, ну вот, если бы вы сами не внесли вклад в, эээ, этот скандал, в эту ссору. Ну вот, поэтому здесь вопрос, эээ, в том числе и к вам, почему, например, эээ, ну, почему или как, эээ, вы, эээ, участвуете скандалы? Да, да. Ну, условно говоря, какой вклад вы внесете в вероятный, эээ, скандал между, между, эээ, вами и, ну, мужчины, если вы сами, ээээ, этого вклада бы не внесли, то конфликта бы не было, и ссоры бы не было тоже. В данный момент это необходимо учитывать. Учитывать, что в какой-то степень от вывода конфликта в со ważne Trage. Равном смутении ответственно. Это необходимо учитывать. необходимо учитывать этот момент. Обязательно. Дальше. Следующее. Так, он уже заговорил о разводе, и что? Сейчас он уходит в командировку на параметры, заговорил, что забудем этот опыт. Я бы сказал, что в какой-то степени это инфантильная позиция. Почему инфантильная? Дело в том, что забыть не получится, это опыт. И забывать на самом деле не нужно, потому что это, опять же, опыт. Другое дело, что с опытом нужно работать. Есть выводы, исходя из опыта. И как-то развиваться, может быть, а не стараться забыть, тем самым, в общем-то, опуская опыт. Ну, просто опуская его. Опыт. Вот. Поэтому, честно говоря, мне не кажется, ваша позиция адекватна здесь. Потому что, там, позиция, когда вы стараетесь забыть, эм, ну, что-то, как страшно, что-то, просто избежать этого. Скажите, что этого не было. Да. Ну, это немножко, немножко это не то. Немножко это не та. Эм, позиция, которую, вот, ну, можно, эм, считать конструктивной. Вот. Здесь вы, опять же, не решаете фактическую проблему, а бежите от собственного опыта. Дальше меня это не отпускает пока никак. Что именно? Он ее не удалил нигде, а вы думаете, что удаление решит? Он может и общаться с ней не удаляется. Детей моих он любит воспитывать и кормит одевать. Какое для вас семейное значение? У нас в отношениях и в отношениях все хорошо. Ходим в спортзал вместе. Я стройная, ухоженная девушка. Опять же, такое ощущение, что вы в себе не уверены. В свободное время тоже стараемся пловить вместе. В активной сфере все хорошо. Я его очень люблю, но меня тоже. Я верю, что вы любите его, но вот помимо любви у вас есть еще некоторые чувства, у вас есть какие-то страхи, вот. Ну, с которыми, мне кажется, надо бы поработать, потому что иначе они вам просто не дадут спокойно вообще общаться с человеком, да, общаться с мужчиной вашей, вот. Вот так вот мне, по крайней мере. Кажется, вот так вот я могу сказать вам. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл преследовать вот то, что вы чувствуете к человеку. Понимаете? Ну, просто вот, что я ощущал ему. Любовь. Хорошо. Как любовь проявляется? Вот вы говорите, что я его люблю, он меня тоже. Откуда вы знаете, что он вас любит? Откуда вы знаете, что вы его любите? Что это за числа? Что вы называете любовью? Я, например, не могу назвать однозначно. То, что вы называете любовью. Ну, простите, не совсем это любовь. То, что вы отнесуете, по крайней мере. А вы считаете это любовью, ну, а что мужчина считает любовью со своей стороны? Что для него любовь? Вот. То есть вот это обобщение нас, мы, да. Для меня это, как бы, такое, ну, бегство, в какой-то степени, от ответственности, личной. То есть вот, от того, по факту, что лично я чувствую, что лично я хочу, ощущаю, требую и так далее. И так далее. Вот. Чувствую. Думаю. Говорить мне, что никогда не будет изменяться. Пока он стоит в отношениях, измены не будет. Вот. Смотрите. Важна физическая измена. Это страх физической измены. Страх измены. Или что-то нечего. Или что-то другое. Давайте это тоже. Ну, тоже обратим на это внимание, да. И тоже постараемся разобраться. То есть дело не в том, счастлив ли мужчина. Сама. Дело не в том, счастливы ли вы, например. Дело в том, чтобы не было измен. Сама. Помогите мне, советом, пожалуйста, как себя спервистос всем конфликт. Очень тяжело на душе. Тяжело от чего. На этом все ульянов. Я надеюсь, что уже задал некий вектор, которым вам нужно двигаться. надеюсь, что это поможет. Естественно, ваше обращение и мой ответ, первый шаг, вам нужна терапия, возможно терапия вместе с вашим мужем, если вы оба хотите наладить отношения. Может быть, приписка вас травмировала, тем не менее она вследствие в том числе и ваших деструктивных моделей поведения, которые требуются скорректировать. И вопрос в том, насколько вы их осознаете и насколько вы этого хотите. Я на этом хочу закончить. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена.